Самый большой дефицит, который нужно себе еще позволить, долго и скрупулезно, подсчитывая, не слишком ли дорого, обойдется нормальное поведение. Ведь тогда придется научиться делать выводы и отвечать за каждый шаг. Это ведь только кажется простым. Вот смотрите, вроде бы очень прозрачная ситуация. Все ждали, чем закончится 120 часов перемирия, которые пообещал Эрдоган в Сирии. Он не наступал, американцы контролировали, чтобы курды ушли на 30 километров от границы. Все понимали, если что-то пойдет не так, может начаться настоящая бойня. Эрдоган настроен серьезно, а курды злые, им нечего терять. И уже перед зданием ООНовского комитета в Женеве курдский беженец обливается, а бензиновый поджигает. И его спасают на санитарном вертолете. Все понимают, ситуация раскалена, надо быть очень осторожными. И вдруг Помпео выходит и объявляет, любая атака на курдов, сигнал для атаки нам. Ответим Турции огнем. А это уже угроза войны между членами НАТО. Помпео даже эмоционально добавляет, поймите правильно, Турция поставила нас в неудобную ситуацию, мы не предатели, так получилось. За Помпео бросается исправлять ситуацию глава Пентагона Эспер. Не будет войны, вы нас плохо поняли, мы будем давить турок санкциями. Но Эрдоган уже едет к нам, встречается с Путиным в Сочи, сидят долго и в прессе уже обсуждают, значит не могут договориться. Но через 6,5 часов выходят, оба выглядят несколько взволнованно, и оказывается, они долго и подробно прорабатывали детали. Не о заявлении, а уже планов, под которыми оба подписались. Кто кого 6,5 часов в чем убеждал, не будем задумываться. Но итоговый меморандум выглядит внушительно. Да, Эрдоган стерпит, что курдские военные отряды уйдут с оружием, но мы гарантируем, что уйдут они точно. Да, он повторяет дважды, мы не заримся на чужую территорию, нам нужна зона безопасности, и будут ее контролировать российские военные полицейские. И 300 человек уже туда перебросили из Чечни. И сирийская армия. И кажется, что план Б никому не нужен, дальше все должно стать проще. Все же прописано 150 часов, но уход отрядов отовсюду, кроме города Камышлы. Путин звонит Асаду, тот соглашается, да, готов идти по плану. Шойгу звонит командующему курдов, и тот вроде тоже готов выполнить план. Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Застечь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными. И ведь, посмотрите, первые реакции, все происшедшее уже сравнивают с цыглебскими соглашениями, которые точно так же в Сочи заключили Путин и Эрдоган. Тогда это назвали примером ответственной дипломатии. Сейчас говорят о судьбоносных решениях. Именно потому, что Путину и Эрдогану хватило политической воли, чтобы сесть и найти такой вариант решения событий, чтобы избежать большой крови, но учесть большинство интересов. Пункты меморандума зачитывают на двух языках – Лавров и Чавушаглу. CNN сразу комментирует, на этом фоне самым большим неудачником смотрится Америка. И Путин получил победу в Сирии без войны, и Эрдоган добился того, чего хотел на 90%. Но главное, что Путину удалось в меморандуме напомнить о соглашении еще 1998 года, по которому любые операции Турции по защите себя от курдов должны проходить согласие Дамаска. Значит, впервые с начала войны Эрдоган будет обязан начать переговоры с Ассадом, с которым они почти 10 лет не разговаривают. И на Ближнем Востоке все прекрасно понимают, что сейчас задача значительно более сложная, чем в Идлебе, где нужно было на территории одного анклава разделить политическую оппозицию и террористов. Сейчас придется на территории курдских поселений разделять военные отряды и курдское население. А у курдов воюют даже женщины. Россия взяла на себя очень много ответственности. Думаю, Путин хорошо разыграл свои карты, но он понимает, что теперь он шериф. Но ведь это переселение народов выглядит уже как очень сложная операция. Непонятно, какой из ее этапов сложнее. Выселение курдов достаточно большой территории, ведь зона отчуждения 30 километров ширины и почти 500 километров длиной. И курды, правда, должны где-то размещаться и как-то выезжать в достаточно короткий срок. Или переселение сирийцев на сирийскую территорию из Турции. А это ведь только миллион человек на первом этапе. Как это будет делать Эрдоган, пока непонятно. И Асад, который только что назвал Эрдогана вором, укравшим оборудование с его заводов и урожай с полей, а теперь крадущим сирийскую землю, явно не очень настроен дружить. Не очень настроен дружить и Путин с Асадом. От Аса до Путина нужно лишь одно. База для ракет, ракеты для баз на территории Сирии. Надо не говорить и думать, а думать, делать. Делать и думать о России, а не о Сирии. Где уже выпал первый снег, а коммунальщики вновь не справились. Потому что это вам не Сирия, а итоги недели в России. На сей раз не будет ни Украины, ни Турции, ничего либо другого. Только лишь Россия. Но, тем не менее, на заставке здания штаб-квартира службы внешней разведки. И вы скоро поймете, почему. Но обо всем по порядку. Итак, здравствуйте. Вас приветствуют итоги недели. И я альтернативная, другая в параллельной реальности Рада Зиналова, которая твердит только о России, а не о международных делах. Так, в школе Екатеринбурга заставили старшеклассников пройти тест на патриотичность и любовь к родине. Такие предметы, я думаю, в скором времени появятся и в обязательном ЕГЭ для сдачи выпускников. А пока что забавно, что патриотичность, а это и есть любовь к родине, заставляют пройти как тест на наркотики. Тест на ВИЧ, ну или еще какой-нибудь тест. Словно патриотизм встал в один ряд с поглубными привычками нормального, адекватного россиянина. Такими как наркотики, курева, бухич и так далее. За это, за любовь к родине, в школе номер 200 города Екатеринбурга начали бороться при помощи теста, расписав его как еще один ненужный в школе предмет. А где ненужный предмет, там и тест на знание его. Конкретно, более конкретно, старшеклассники школы номер 200 Екатеринбурга насильственным путем заполняли анкеты с утверждением да или нет по таким вопросам, как слишком ли в России много, не считаете ли вы, что слишком много ли в России оружия? Наше государство должно ли уважать в мире или нет? Оправдано ли убийство человека для торжества справедливости? Ну одного в Кремле, я думаю, что оправдано. Совершаются ли преступления в Екатеринбурге выходцами из Средней Азии? И тут я бы на месте старшеклассников школы номер 200 Екатеринбурга на все эти вопросы отвечал да, да, да. Но я прекрасно понимаю, что вопреки заявлениям администрации школы, что таким образом они подготавливают детей к защите родины, и на самом деле под этим соусом, под этим предлогом собирают информацию об тех старшеклассниках, которые ходят вместо школьных линейк на митинги и поддерживают оппозиционеров. Ибо в этом тесте были еще и такие вопросы, как могут ли считаться те люди, которые критикуют российскую власть, патриотами своей страны. И если ты отвечаешь на этом самом насильственном тесте, где тебя заставляют отвечать да, то тебя уже записывают в антисоциальные элементы, как это называлось при СССР. Вот мнение одной из мам, учеников этой школы, школы номер 200 города Екатеринбурга. Те, кто составлял этот тест, должны быть отстранены от воспитательного процесса, конец цитата. Соглашусь с ней, и дело тут не в тесте, а в понимании, в попытке выявить в одной из отдельно взятых школ, кто как бы классово свой, а кто как бы изгой. И причем выявляют это не сами старшеклассники друг от друга, а учителя, да, и классные руководители. То есть идет сегрегация в отдельно взятые школы города Екатеринбурга по, учеников школ, по политическим причинам. Если на все эти вопросы ты отвечаешь «да», ну, которые я перечислил, то у тебя ждут большие проблемы, как в создаче экзаменов, так и в поступлении в ВУЗ. А если ты отвечаешь «нет», то типа можешь считаться патриотом. И тогда для тебя распахнуты все двери в высших образовательных учреждениях Екатеринбурга. И чтобы не нарушать закон, данный тест как бы официально необязательный. Но родители боятся написать отказ, потому что тогда это означает конфликт с классным руководителем. А как вы понимаете, для старшеклассников все-таки главное не конфликты с учителями, а сдача ЕГЭ и ОГЭ. Зачем создавать, грубо себе, еще проблемы? Директор этой школы, некая Стелла Юрьевна, у которой фамилия, видно, была Геббельсовна, оправдывает все обязательные тесты на патриотизм вместо нормальных уроков физики с геометрией, тем, что это позволит педагогам понять мировоззрение учащихся и их отношение к себе и к окружающим, а также их трансформацию. Ну, как в трансформерах. Пусть скажет Стелла Юрьевна, что она целенаправленно выявляет как бы мятежных учеников по отношению к власти, которые опять-таки потенциально в будущем могут воевать по ту сторону, по ту линию фронта. Против нашей страны. Стелла Юрьевна хочет знать, кто в ее школе патриот. Но патриот не в том, что вот я люблю родину там и посажу деревья. Нет, патриот в том плане, что Путин сказал отправляться в Сирию. Ну, это к примеру. Может быть Ливия, может быть Дальний Восток, но Путин сказал отправляться в Сирию воевать. Значит, школьники ответили, есть. Вот в чем появляется патриотизм по мнению Стеллы Юрьевны, директора школы номер 200. То есть, готовы ли ее ученики выполнять все приказы без сомнения вышестоящего начальства. А те, кто сомневаются в этом, тех Стелла Юрьевна запишет в книжечку и будет препятствовать ученикам своей школы сдавать нормально ЕГЭ и ОГЭ, чтобы они не получили максимальное количество баллов и вместо вузов учились бы потом после выпуска в проф тех училищах. Или, как на Западе, это элегантно называют колледжах. Вообще, учителя и другие педагоги, ну, скажем так, в основном не от мира сего. Именно под конец те тверсти они вообще слетают с катушек, когда накапливается усталость от учеников. Знаю это на примере своей матери, которая является одной из учителей одной из школ России. Стелла Юрьевна, директор школы номер 200, которая принуждала старшеклассников писать тест по патриотизму вместо уроков, не исключение. она выявляет будущих бунтовщиков против правительства в своей школе. В этой истории интересны даже не сами ученики, которые страдают от патриотизма, от квазного патриотизма, понятно, от простого ты не пострадаешь, не учителя, которые выполняют приказ сверку, интересно в этой истории, заранее не научив никакому патриотизму на уроках истории, географии и тому подобное. А в этой истории интересен сам тест на патриотизм, ведь это действительно в школе номер 200 города Екатеринбурга по сути уже среди старших классов, естественно, потому что младше еще в игрушки играет, как бы классовое разделение, сегрегация, все то, с чем боролись наши предки. И директор Стелла Юрьевна это все вводит в своей школе. Но в этой истории интересны сами родители этих горя, ну, не горя, скорее, этих бедных учеников, над которыми проводят опыты по патриотическому воспитанию. Родители не в основном не возмутились после проведения теста, потому что они боятся, что отказ и любое препятствие директору школы может сказаться на отношении классного руководителя к их чаду. Ух, я вспоминаю свою школу. Там классный, ну, не то, что жестко высказывался против директора, но иногда были моменты, когда она с ним прям ругалась жестко. Я не могу сказать, что там жестоко, я не могу сказать, что они там потом разругались, стали врагами, но классуха была. Ну, в общем, трудно со стороны директора ее было контролировать. Вот мою мать, мою мать очень легко со стороны начальства контролируется. Она боится, ей стыдно, но не у всех есть такой стешень, как у моей классной руководительницы. Ну, имя, фамилия, понятно, номер школы называть не буду. Сами понимаете, там еще работают, то да сё. Так вот, вернемся к заполнению насильственного теста учениками школы номер 200 города Екатеринбурга на патриотизм. патриотизм патриотизм надо прививать не тестами, не тестами, а на уроках истории, географии, что там еще, литература, конечно же, безусловно, русского языка, ну еще. А тут так получается, что училия расписались в своем бессилии научить свои чат, научить детей любить родину, именно что не научить людей, а не заставить. И тут Хлинак проводит тест, результаты которого скажутся потом на результатах ЕГЭ и ОГЭ учеников этой школы. Ну и позор этой самой Стеллы Юрьевны Геббельсовой и фамилию я не знаю, и всей школе номер 200 в городе Екатеринбурге, особенно и родителям учеников, которые не стали возмущаться и не понимают, что это не тест на патриотизм и на любовь к России, это тест на фашизм. И вы, дорогие родители, не прошли этот тест на восприятие фашизма в нашей стране. И вы, к сожалению, его не прошли. Так что есть вам, ученикам, родителям старшеклассников школы номер 200 над чем подумать. «Смотрящий за общагом Путина, Медведев упрекнул США в неконкурентной борьбе с интеграционными процессами в ЕАЭС. Ну, это Европейско-Азиатский экономический союз. А конкурент ЕАЭС». Ради один из американских министров заявил о затруднении просоединения Узбекистана к ВТО, если Узбекистан продолжит сотрудничество с ЕАЭС. Фактически американский министр действительно шантажировал Узбекистан и, естественно, у Медведева на сей счет бомбануло изрядно. И на форме СНГ вот что он заявил. Шантаж со стороны американского министра Узбекистана вступать или не вступать в Узбекистан в ЕТО посредством отказа от ЕАЭС это применение методов неконкурентной борьбы со стороны США. Такие заявления странно слышать от властей США, которые всячески вводят сумятицу в мировой торговле и дезорганизуют товарооборот среди стран. Конец цитаты. Но может быть и действительно продолжаю я. США и дезорентегрирует товарооборот и вносит сумятицу. Но в опроте с Узбекистаном это как раз и есть конкуренция. Конкуренция союзов. Узбекистан выбирает что ему более выгодно, какой союз. Либо ВТО от США либо ЕАЭС от РФ. И Узбекистан делает выбор не в пользу последнего, а в пользу ВТО из Соединенных Штатов Америки. И естественно у России это вызывает неслыханное раздражение. Как так? Узбекистан который с нами был еще с дореволюционных времен в одном государстве выбирает США и их а не наш торговый союз. Вот они гады, вот они черки с Узбекистана. Заявил ну чуть-чуть другими словами естественно Дмитрий Анатольевич Медведев на форме стран СНГ. Организации которые давно и безуспешно разваливаются. Из СНГ ушли Грузия, из СНГ ушла Украина думает пойти что называется налево Молдова Казахстан Азербайджан Беларусь но тем не менее и новых членов в СНГ со времен 91 года не принято в отличие от ЕС и ВТО Изначально предполагалось что Узбекистан войдет в ЕАЭС русский аналог ЕС в 2022 году но потом Узбекистан стал думать а так ли Узбекам нужен этот Евроазиатский союз когда при помощи США можно вступить в экономический союз всего мира и нахрена тогда Узбекистану в этом вопросе Россия которая уже давно вступила в ВТО и которая не хочет чтобы другие страны СНГ читай бывшего Советского Союза вступали во всякие буржуфские союзы наравне с Россией а хочет только одного Россия чтобы как при Совке Средняя Азия подчинялась Москве но этого не будет только это да Средняя Азия давно уже подчиняется не Москве а Вашингтону в вопросах торговли именно в вопросах торговли подчеркну а не миграции рабов ну или как их называют в России гастарбайтеры спикер Сената Узбекистана а есть и такой Оли Мажли Сел внимательно изучил все планы все плюсы и минусы вступления своей страны в ЕАЭС и пришел к выводу что минусов больше но это вовсе не означает что Узбекистан хочет вступить только в ВТО просто Узбекистан хочет дружить и торговать со всеми странами мира а не только с Москвой а его ставят в позу Медведев и Помпео типа Узбекистан Узбеки выбирайте за кого ты за какой союз ты за международный или какой-то там квази советский ну точнее квази российско-имперский какой же союз интересно войдет Узбекистан борьба за это продолжается на международной арене еще Медведев на саммите СНГ хочет принять Сербию в ЕАЭС и даже сама Сербия не против только вот она давно вступила в Евросоюз и Сербия давно уже принадлежит Евросоюзу и ей там хорошо единственная в чем проблема она Сербия не может закупить у русских ракеты в целом СНГ и ее ЕАЭС на грани распада да я уже про это говорил в отличие от внешне торговой всемирной прошу прощения всемирной торговой организации которые создали кто англосакцы и Медведев в бытность президента туда подтолкнул Россию я посмотрел ну и вот а нет еще ладно так Минобороны поспорила с Трампом о роли России в уничтожении лидера и главы ИГИЛ ведомство заявило что понятия не имеет о ликвидации Абу-Бахра Аль-Багдаде главного террориста в Сирии американскими военными также у российской стороны Минобороны РФ нет данных об оказанном содействии пролету авиации США США со стороны России о чем ранее заявил Дональд Джуниор Трамп о позывной рыжих в КГБ СССР об этом заявил главный лжец все-таки да да министерство обороны нашей страны Игорь Коношенков ну что ж если Игорь Коношенков не врет что ну очень маловероятно то американцы провели очередную блестящую операцию в Сирии в отличии от нас сразу после того как ЦРУ получила информацию от своих агентов которые в том числе находятся на российских военных базах в качестве шпионов и диверсантов США внедренных в армию Российской Федерации так вот какую они информацию получили о том что Абубахар Аль-Багдаде находится в сирийской провинции Идлиб и сразу после того как Петагон получил от ЦРУ подтверждение он отдал приказ ликвидировать террориста номер один изначально предполагалось что в провинцию Идлиб прибудет американский спецназ на двух вертушках вертолеты прибыли в деревню Бреша где и скрывался Абубахар Аль-Багдад но бить его не удалось из-за взрыва самодельного взрывного устройства которое убило и убило его двоих жен ну мы знаем в исламе разрешено иметь четыре жены сам Абубахар Аль-Багдад скрылся с места проведения спецоперации однако его накрыл беспилотный дрон-убийца с пулеметом на борту тут кстати говоря мой отец значит смотрел видео на ютубе где там один паренек такой же блогер как я рассказывает что вот у нас суперсовременные самолеты они сокрушат любого врага насчет того что суперсовременные самолеты спорить я не буду но американцев уже давно дроны беспилотные а мы все на самолетах летаем да на самолетах но вернемся к теме убийства Абубахра Альбактати вот его накрыл беспилотный дрон-убийца с пулеметом на борту учитель учитель расисты как надо воевать в Сирии у пиндосов можно иметь несколько баз в Сирии и воевать с ИГИЛом который запрещен в России настолько что мой батя от ужаса пошел чистить снег и воевать можно с ИГИЛом долго иметь множество баз а можно прилететь на двух вертолетах Ченук или Блэкхок и решить вопрос с головой теористов раз и навсегда браво США действуют умело отдельный вопрос почему при Обаме так долго не могли ликвидировать голову террористов а все потому что предполагалось что Абубахр Альбагдаде скрывается не в Сирии не в не в Ираке а в Иране и только после а Иран сидит как вы понимаете с занозой в задницу у американцев после их провала по уничтожению духовного лидера Ирана еще в 50-х годах Ну так вот только после подтверждения что главный гад находится все-таки в Сирии была проведена операция спецназа США вертушки подняли в воздух и началось месилово А что же Россия А Россия все это время бомбила и бомбила госпиталя и детские сады в Идлибе отрицая это причем понятно почему министерство наше министерство обороны спорит с Трампом у нашего министерства обороны рыло в пушку тот же Коношенков еще в 2017 году заявил что по данным российской разведки Абубахр Аль-Багдаде уничтожили ВКС воздушно-космические силы России а потом заявил что Абубахр Аль-Багдаде скрылся в Ираке то есть он врал Коношенков и понятия не он не разведчики ГРУ понятия не имели где скрывался Абубахр Аль-Багдаде террорист номер один сейчас ну уже все его ликвидировали поэтому его место займет кто-нибудь пока неизвестно кто но главное то что наша разведка даже понятия не имела где находится лидер организации которая причастна ко множеству терактов внутри России позор разведчикам России позор и это еще ладно но ведь российские комплексы С-300 и С-400 в Сирии не зафиксировали пролет вертолетов спецназа США дельты и морских котиков а что еще они могут не фиксировать большой вопрос а Трамп в свою очередь очень деликатно поблагодарил Россию не за сотрудничество в спецоперации а за то что просто Россия не стала суетиться на российских базах ну Россия в российские военные когда стало ясно что хваленные комплексы С-300 и С-400 проморгали две вертушки США если бы Россия и США действительно сотрудничали в деле убийства Абубахра Альбагдаде то об этом уже бы пропагандисты Зейналова Киселев Соловьев трубили бы трубу уже целую неделю но нет 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 скорее всего вертолеты США пролетели с выключенными транспортерами в режиме радиомолчания то есть незаметно для российских комплексов С-300 и С-400 ликвидировали Абубахра ну там не совсем они ликвидировали но тем не менее ликвидировали Абубахра Альбагдаде скрылись обратно и только после того как операция закончилась Трамп вышел к журналистам и с присущей ему ухмылкой поблагодарил Россию за то что она проморгала американский спецназ но как вы понимаете другими словами то есть учитесь расисты не только воевать но и дипломатии у Соединенных Штатов Америки это вам не Захарова сейчас мы посмотрим ах 37 руководителя Останкина предупредил о возможных сбоях в телерадиовещании наконец-то пропаганда дала трещину не только по отношению к интернету но и по отношению к другим телеканалам и телецентрам тут стоит оговориться что лично у меня пока все каналы работают но потом как знать ибо телецентр Останкина начал сокращать своих сотрудников из-за долгов первого канала и эти долги ставят под угрозу эфиры всех клиентов телекомпании Останкина об этом заявил генеральный директор телецентра Останкина Михаил Шубин долги первого канала перед ним составляют четверть доходов самого первого канала о какой конкретной сумме идет речь не разглашаются но деньги это огромные без них телецентр не может работать впервые за 15 лет аварийность телецентра Останкина стала нарастать в разы Останкина крупнейший вечательный центр страны его доля на рынке по собственным оценкам доходит аж до 54% телецентр занимает площадь 280 тысяч квадратных метров в центре Москвы это со всеми заводскими складскими и административными помещениями сдача этих самых помещений в аренду основной за заработок телецентра выручка Останкина в 2018 году составила 7 миллиардов рублей прибыли также 7 миллиардов рублей чистые прибыли 200 миллиардов рублей Минфин предлагает выделить еще дополнительно 75 миллиардов рублей телецентру Останкина в 2020 году и тем не менее телецентр в долгах как в шелках из-за первого канала из-за шатности а иногда и непрофессионализма а иногда и цензуры подопечных Константина Львовича Эрнста и самого Константина Львовича гендиректора первого канала у которого чистый убиток от производства говносериалов говнофильмов и особенно говнопрограмм таких как Викинг Время покажет составляет 13 миллиардов долларов это убыток а прибыль первого канала составляет 32 миллиарда чистый убыток первого канала в том году составил примерно 7 миллиардов рублей это где-то примерно в целом 20 миллиардов Константин Львович сейчас минутку Константин Львович тратит деньги государства по своему усмотрению а государство не спрашивает его строго о расходах первого канала а иначе если бы спросила то пропагандистские передачи такие как Время покажет большая игра первый канал бы закрыл потому что они пользуются довольно слабой популярностью ну и кстати раз уж мы на НТВ то конечно же смотрите свою игру тоже смотрите и смотрите место встречи с Нокином и смотрите что там у них еще есть своя правда с Бабаяном гендиректор Останкина Шубин продолжает продолжает насчет первого канала он неоднократно высказывался за все что угодно в телецентре кроме сокращения людей мы Останкина говорит он поддерживались придерживались долго этого правила последние пять лет но сейчас такой возможности нет мы оставим в телецентре только тех людей которые необходимы для производства и жизни и деятельности телецентра а все остальное что не приносит прибыли будет сокращено уже телецентр уволила в сентябре этого года 200 человек то ли еще будет телецентр обращался в суды на первый канал но там все без толку конечно кто позволит сократить пропагандистский ресурс в результате пришлось сокращить численность самого телецентра это рукастые парни и девушки которые строят декорации ведут операторскую работу монтаж а не тех людей которые отвечают а надо было сокращить тех людей которые отвечают за все эти говнопередачи типа жить здорово с малышей несмотря на помощь государства в размере 4 миллиардов долларов на на производство программ первого канала в регионах в регионах канал Константина Львовича Эрнста все равно остается в долгах и я тут чихвущу Эрнста но вы понимаете у Добродеева у других киндиректоров телеканалов ситуация не лучше просто Эрнст здесь уступает как примером что творится в закулисье по ту сторону в телеэкранах и канал Эрнста и другие каналы в долгах как в шелках только лишь по одной причине потому что выделенные баснословно деньги на ТВ государства с руководителями телеканалов строго не спрашивают о расходах этих денег и они по сути идут не на производство хороших фильмов сериалов и программ и качественных а в карман Эрнста Добродеева и прочих в обмен на то чтобы они в эфире ставили пропагандистские передачи такие как 60 минут помет Соловьев кто против что там еще есть на ТВЦ есть право знать и прочих ну а страдают простые сотрудники телецентра ну что ж зато мы видим что и у пропагандистов у пропаганды которая делается в Астанкино не все бывает так гладко в России в России пропаганда это убыточное дело потому что даже такая крутая и действительно мощная пропаганда которая была у Советского Союза даже она не спасла от распада а российская пропаганда это даже тьфу и тьфу на постном масле ну что ж Останкино удачи с разборками с первым каналом с НТВ с прочими и вообще Останкино конечно говорящая фамилия и в этом парадокс истории то что раньше там было кладбище реально было кладбище в 18-19 веке а потом на кладбище на Останках построили телецентр поэтому как мы видим лучше не надо смотреть телевидение а то всякие зомби тебя вас заберут что у нас там со временем 46 минут так ребенка засосало в трупу бассейна службы внешней разведки ЧП произошло в так называемом лесу центральном офисе СВР в этот момент рядом с ребенком не было ни спасателей ни дежурных мальчика вытащили офицеры СВР которые стали невольными свидетелями трагедии еще живого ребенка отнесли к дежурному врачу в штаб квартире СВР в Ясенево врач делал очень долго искусственное дыхание рот в рот но спасти мальчика не удалось так как скорая помощь как вы понимаете не могла просто так приехать за мальчиком в штаб квартиру СВР а в итоге из-за проволочек с режимом секретности и безопасности погиб ребенок восьмилетний отроду была допущена халатность со стороны завхозов СВР или как у них это называется у руководителей хозяйственной части штаб квартиры службы внешней разведки они забыли закрыть сливное отверстие чистки бассейна решеткой в результате ничего туда скатился по горке воду восьмилетний ребенок который был подхвачен течением его к сожалению засосало в трубу и тут не скажешь что кровавые чекисты убили мальчика они наоборот рядовые чекисты пытались разведчики пытались его спасти но режим секретности не позволил тот самый режим который почему-то не сработал когда этот самый восьмилетний ребенок еще раз восьмилетний ребенок а не профессиональный шпион ЦРО или МОСАДА проник на секретный не просто на секретный а проник в штаб самой засекреченной спецслужбы России не имея при этом естественно никаких допусков да уж не знал что даже у службы внешней разведки все так туго с безопасностью и секретностью ВЧ номер 38 за МКАДом знает каждый и каждый желающий может туда проникнуть естественно не через главные ворота не в сам штаб квартиру СВР но за взятку в бассейн но тем не менее а вот когда надо туда проникнуть чтобы наоборот спасти мальчика естественно нельзя из соображений госбезопасности и таким образом режим секретности убил ребенка и поэтому я сторонник того чтобы со всех секретных объектов секретных производств в России давно должен был снять этот самый режим секретности он только лишь губит наши спецслужбы потому что под соусом секретности и тесной госпезопасности распилывается бюджет и покрывается халатность вдумайтесь в тупизну ситуации со штаб квартирой СВР где произошло такое ЧП то ли убили то ли недолечили но в общем там скончался мальчик от труда 8 лет кто-то из этой сверхсекретной штаб квартиры позвонил в МВД чтобы полицейские приехали и выявили что за мальчик почему находился в бассейне как так вышло и прочее но естественно полицейские следователи от МВД не могли проникнуть на режимный секретный объект СВР и вот кто их вызывал он должен был это прекрасно понимать но он их вызвал а у них естественно нет пропуска разведчики не допустили на свой секретный объект опергруппу МВД тупизнать ситуации но вызвали бы не знаю следователей из ФСБ из СКР тех у кого есть допуск ко всем секретным объектам и они бы уже разбирались но нет допуска нет приказа нет значит нельзя разобраться в ситуации беспристрастно и объективно и вот в этом заключается тупость ситуации кто-то из штаб-квартиры СВР вызвал сыщиков МВД у которых не было допуска пропуска на режимный секретный объект дебилизм халатность зашкаливает и где в штаб-квартире СВР то есть самой засекретенной спецслужбы России который окончил сам Владимир Владимирович вызывать ментов у которых и сыщиков у которых нет допуска на режимный секретный объект вверх непрофессионализма если их уже вызвали ну так допустите а если нет то нечего вызывать так как режим относится так как штаб-квартира СВР где погиб ребенок относятся к секретным режимным объектам то вызывайте следаков ФСБ это же их профиль нет вызовем следаков из МВД у которых нет пропуска которые приедут развернутся и уедут а восьмилетний труп мальчика тем временем останется болтаться в штаб-квартире СВР и опять-таки доподлинно мы не знаем что там случилось может мальчик нашел тот что не должен находить и его за это убили может он нашел то что его и убило ну не знаю какой-нибудь электромагнитный заяд в бассейне но вызывать ментов сыщиков на секретный объект СВР у которых нету допуска в то время как восьмилетний никому неизвестный пацан бродил чуть ли не по самому главному засекреченному зданию в стане после Кремля это ну режимному это нонсенс Нарышкин Сергей Евгеньевич глава СВР что же у вас там такое происходит что гибнут дети почему не вызвали почему у скорой которая могла бы спасти ребенка нет пропуска почему не вызвали скорую и сыщиков у которых есть пропуск почему ФСО который охраняет объекты СВР и ФСБ в России допустим плохо и должна конкурировать за это с Росгвардией плохо охраняет самые режимные и засекреченные объекты у нас в стране что каждый сталкер блокер может беспрепятственно наведываться чуть ли не в штаб квартиру русской разведки некто Иванов пресс-секретарь СВР подтвердил мои слова что сейчас таких вот вопросов в самой службе внешней разведки больше чем ответов и правда МВД не должны если у них нет допуска проникать на секретные объекты для разбирательств этим как я уже сказал должны заниматься следаки из ФСБ которым по статусу положено проверять секретные и режимные объекты России но почему-то это сделано не было и вновь хоть рядовые чекисты не желали этого наоборот спасая мальчика но они подтвердили свое реноме кровавых гэбистов которые гробят свой народ нельзя сказать что они хотели убить мальчика но можно сказать что мальчик погиб на их объекте и они несли персональную ответственность за этого мальчика пусть даже он незаконно проник на их объект мальчик убило режим секретности и безопасности нашего государства для которого не важна смерть собственных детей поэтому наверное все таки будет у меня другая заставка а не не здание свр но мы еще посмотрим о израильтяне но он тем менее новость касается россии только посмотрите сколько времени так свершилось тайное желание многих российских ультра нацистов в россии закрылось посольство израиля из-за нехватки денег да уж как мы видим реальность и анекдоты отличаются друг от друга на несколько шагов дипломатов земле обетованы не устроено решение минфина израиля о сокращении расходов на содержание всяких там переговорщиков и т.д. в результате чего сотрудники миды израиля объявили забастовку по всему миру в том числе и в россии при этом обратите внимание несмотря на нехватку денег в бюджете израиля на осуществление денег на осуществление дипломатических функций в диппредставительствах никто там не подымает из-за этого в израиле налоги для своих граждан и не рассказывает про успехи в экономике ускорение развития и прорывах как в россии а начинают закрытие того без чего можно обойтись и это пример взвешенной политики государства но у нас в россии другой подход у нас в россии если не будет хватать денег для властей их структур то соберут деньги с граждан в виде налогов и сборов и отправят их на покупку нового мерседеса для лаврова и марии владимировны захаровой ну у захаровой шевроле да на ваши же налоги и между прочим майдан in usa которая захарова привыкла одеваться в лучших итальянских бутиках за счет налогов граждан а там для ихних дипломатов для дипломатов израиля которые вынуждены закрыть свое посольство в россии другое немножко подход им наоборот срезали финансирование и теперь израильские дипломаты вынуждены у себя в посольстве заваривать один пакетик чая два раза у них государство для людей а не для олигархов об этом еще моисей позаботился 2000 лет назад но сейчас проблема израиля в том что зарплата их дипломатов состоит из нескольких составляющих это покрывание налогов и конечно же съемные квартиры по всему миру и вот это самое покрывание от налогов и расходы на квартиру им срезали ну и конечно израильские дипломаты возмутились потому что чтобы вы понимали диплом у МИДа Израиля устроена так сотрудник МИДа Израиля получает деньги кэш и сразу вынужден их тратить да и тратить не на мерседесы яхты виллы дорогие дома а на просто рядовые квартиры это вам не Россия в нашем же российском МИДе и вот это им срезают то есть расходы на поседневные нужды и из-за этого посольство Израиля вынуждено закрыться в России в нашем российском МИДе когда дело касается урезания зарплат своим сотрудникам прекрасно понимает откуда ветер дует и что это может стать тенденцией и рано или поздно уже дипломатам России срезать зарплату поэтому они подстраховались и выложили странное заявление в РИО новостях которое я цитирую через УРА РУ вот это их цитата наших дипломатов по поводу того что израильтяне закрывают посольство у нас эти самые дипломаты цитата эти самые дипломаты израильские военчины они потомки Иуды Бога богохульники и предатели хитрые и трусливые лисы они отнимали земли у египтян да без американцев правда не смогли это сделать израильтяне ужасные и кровавые люди которые внедрены в российскую госдуму и вякают что-то там про сокращение зарплат российским дипломатам ставля израильских пример в конец цитаты вот как написали а ну прям как будто не российские дипломаты а дипломаты палестины или какой-нибудь террористического государства по типу ИГИЛ так зарплата это написал некто сотрудник МИД России член Мария Владимирско Захаровской группы Иван Иванов который прекрасно понимает как и его коллеги что и могут сокращить зарплаты и командировочные но этого сделано не будет потому что в нашем государстве наоборот в отличие от израильского все для чиновников и ничего для простых граждан для простых граждан налоги и сборы самое интересное по законам жанра я оставил напоследок следствие раскрыло схемы хищений средств из промсуласть банка которые вновь активно рекламируют в СМИ как по ТВ так и в интернете сокращенно называя банк презрительно ПСБ не могу удержаться от кламбура и видно ФСБ не очень активно следило за ПСБ потому что из банка украли 67 миллиардов долларов за 5 дней и 39 миллиардов рублей за один только день Россия вот она коррупционная схема и казнократство несколько слов которые стали синонимы и ключевое слово Россия но обо всем по порядку и так крупнейший акционер ПСБ являлась зарегистрирована в Амстердаме компания промсвязь капитал БВ которая контролирует 60 процентов акций банка 49 процентов контролировалась фирмой металл инвест а антарктика инвест прошу прощения и только 1 процент акций якобы до 100 у холдинга минерал минерал эстонс все эти фирмы были подставные они в равной степени принадлежали Алексею и Дмитрию ананию уверенно в следственном комитете которые использовали киперский филиал промсвязь банка для фиктивных сделок попутно занимая посты председателей совета директоров напомню что ПСБ входит в десятку в топ 10 банков России по величине активов клиентов эти самые активы активно и разворовывались братьями ананимами используя свое служебное положение но рано или поздно лафа должна была накрыться и вот 11 декабря 2017 года центральный банк провел проверку ПСБ и выявил что в отчетах ПСБ перед ЦБ нету реального финансового состояния банка в связи с тем ПСБ несла угрозу клиентам и кредиторам банка ЦБ потребовал от ПСБ оформить резервы банка в сумме 104 миллиарда рублей в уставной капитал банка наложив запрет на использование кипрского филиала и крупных транзакций однако и это самое интересное Дмитрий Ананев сделал новый поддельный отчет для Центробанка и Центробанк закрыл глаза на нарушение ПСБ ведя туда временную администрацию то есть Центробанк должен был закрыть Ромсвязь банк вообще но вместо этого при помощи естественно взяток и откатов туда вел временную администрацию а значит кто-то в ЦБ наебулина наебулина была вдоль от аферы братьев Ананевых но на это следствие закрыло глаза и вот самая временная администрация в промсвязь банке состояла из сотрудников фирмы консолидация банковского сектора угадайте кому она принадлежит правильно нашим двум братьям аферистам которые вывели у промсвязь банка 67 миллиардов долларов они заключили договор между консолидацией и своими подставными фирмами по которым эти фирмы получали ценные бумаги промсвязь банка потом ценные бумаги промсвязь банка уходили на Кипр где у братьев были открыты расчетные счета позже эти деньги были легализованы через фирмы однодневки ну в общем счастливая девятка подставных фирм позволила из банка которые входят в топ 10 самых крупнейших банков России украсть 67 миллиардов долларов чем я вас кладчики и кредиторы различных банков и поздравляю и вот вы знаете при всем тем что но адвокаты банкиров считают что их дело политический контекст и вы знаете при всем том что братья жулики воры и должны ответить перед законом слова их адвокатов не решены смысла либо после того как братья подались в бега банк своей руки приобрел некто Петр Михайлович Фродков не правда незнакомая фамилия а это сынок Михаила Ефимовича Фродкова который при Путине с 2004 по 2017 год руководил правительством и был премьер министром страны а позже пошел на повышение и возглавил службу внешней разведки России ту самую где нашли мертвого 8-летнего мальчика у которого не было вообще доступа и непонятно как он туда попал в службу внешней разведки ныне отец главы ПСБ руководит институтом стратегических исследований а его сынок руководя ПСБ вместо братьев аферистов обеспечивает проведение финансовых операций гособоронзаказа и по другим и обеспечивает финансовые долги крупные госконтракты при нем ПСБ перестало заниматься частными вкладчиками инвесторами а стало обслуживать госзаказы и таким образом при помощи ЦБ естественного комитета ФСБ вновь отжимает бизнес по формуле Латениной у и здесь наверное не ФСБ а все-таки СВР с министерством обороны отняли банк у анонимов но какая кому разница важен сам факт вместо того чтобы закрыть банк государство его приобрело в свои руки для своих махинаций это знаете как это банк перешел из рук одних преступников в рука в руки других преступников с еще более кровавым размахом то есть промсвязь банк стал разменной монетой между мелкими воришками и более крупными именуемыми себя СВР и Министерства обороны Российской Федерации да у вояк действительно карточки промсвязь банка и они на них туда начисляют зарплату и это касается в том числе и срочников и это все стало при сынке Фродкова который возглавлял службу внешней разведки такие вот новости на сегодня осталось ли вас поздравить с тем с днем народного единства кто-то будет отмечать еще и день русской революции и скорее всего на следующей неделе на моем канале аналитики политики не будет так что отдохните от меня спасибо за внимание до свидания счастливых вам праздников пока до свидания до свидания Продолжение следует...